Здравствуйте, дорогие гости Дуванского историко-краеведческого музея. Сегодня мы с вами сходим в гости в дом замечательного, богатого купца первой гильдии по фамилии Кузнецов, который проживал в селе Месиготово. В Дуванском районе купечество было очень сильным и славным. Купцы первой гильдии выезжали и привозили сюда товары из-за границы. Здесь также были лавки и склады купца Фридланда. А так Месиготово, которое было основано в 1750 году как Ямская станция, еще во времена Екатерины II, и как пристань. Пристани были и в селе Метелит, целых две. Там тоже жили замечательные купцы. И вот сегодня мы с вами попробуем посетить этот дом. Дуванский район и поныне считается лесным районом. И вот в самой дальней, северо-западной точке Дуванского района находится селение Аяз и поселок Займка. Вот там-то и проживал купец Александров. И сегодня обращаю ваше внимание, что наша Костя одета в костюм, купеческий костюм жены купца Александрова, которому 200 лет. Обращаю ваше внимание, какие пуговицы, какие здесь швы. Обратите внимание, какая замечательная, какой воротник, замечательная кофточка. А особое внимание обратите на крой рукава и юбки. 8 июля – день семьи, любви и верности. И купеческие семьи в Дуванском районе были крепкими, многодетными и богатыми. В своих домах они имели и вот такие замечательные кресла-качалки. Они проводили время за чтением книг, вязанием, вышиванием. Женщины-мужчины вели торговлю в своих лавках. В Мехибутово сохранилось два купеческих дома. Низ, как правило, выстраивался из камня, складывался, здесь была купеческая лавка. А второй этаж строился из дерева, древесины, там было жилое помещение. Два дома находятся на улице Коммунистической. Жалко, что они не являются памятниками культуры Республики Башкортостан. Купеческий дом находился на улице, которая носила название Трактовая или Большая Трактовая или Тракт. Этот купеческий дом до сих пор находится в очень хорошем состоянии. На 1887 год в селе находилось три кузницы, 13 торговых лавок, две овчинных, красильные, два кожевенных заведения. Занятиями жителей было земледелие, животноводство, пчеловодство, гончарное, кожевенное, мыловаренное, дегтярное производство и изготовление поташа. Часть мужчин работали на судах лоцманами, в столярных мастерских, шорничали, портняжничали, шили обувь. В 1912 году числилась зерносушилка, девять кузнец, мастерская сельскохозяйственных машин и орудий, кирпичный завод. Ярмарки проводились три раза в год – 20 июля, 9 мая и 6 декабря, а базары проходили по понедельникам. Месси Гутово было расположено на реке Ай. Река имела огромное значение в жизни месси Гутовцев. Пристань служила для отправки изделий из златоустовского завода и демитовских заводов, хранения купеческих товаров. Барки проходили здесь очень часто. В 19 веке купечество очень прочно заняло свою позицию среди социальных слоев населения Российской империи. В том числе купцы проживали и в Месси Гутово. Сегодня мы с вами побывали вот в такой замечательном уголочке лесопромышленника Александрова и купца Кузнецова. Обратите внимание на интерьер. В нашем музее мы попытались найти вещи купеческие и постарались воспроизвести интерьер купеческой избы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...